Приветствую вас. Вообще-то предположение это не то, что входит в нашу профессиональную сферу, мы все-таки занимаемся анализом, мы стараемся людям помочь, а вот предполагать это немножечко не наша стезя, но я постараюсь ответить вам на вопрос, который вы задаете, понимаю, что вам это очень важно, и начну я, пожалуй, вот с чего. Конечно, не хватает информации о том, какой ваш отец, то есть что он за человек, что он себя представляет как человек, и какие у него вообще ценности, ориентиры и так далее. Ну, я думаю, что, как и любой мужчина, ваш отец, такой человек, который не хотел бы, который не любит, говорит попросту. То есть человек, для которого слова, это всего лишь слова. И он, будучи человеком действий, ну как и любой мужчина априори, он хотел к вам приехать. Но он вряд ли мог как-то точно знать, что он приедет к вам. А может быть, он хотел сделать вам сюрприз. То есть, знаете, вот так без приглашения, как вы говорите, всех на голову, да, он к вам приехал бы, вы не ожидали, он подарил вам кучу подарков, ну и вообще проявил себя очень хорошо по отношению к вам. А баба Гаваля, о которой вы пишете, скорее всего, просто-напросто сплетится. То есть, она услышала, что папа вроде вас собирается приехать и тут же решила об этом сказать. Ну вот, как бы, обычно сплетники, они так себя ведут. То есть, она услышала, что он приедет. Но контекст этого, как он собирается приехать, для чего он собирается приезжать, как он это хочет подать, может быть он вообще, может быть он вообще там, ну как я уже сказал, хочет сюрприз вам сделать. Вот, этого всего баба Валя, естественно, не знала. Но она этого и не могла знать, потому что, как бы еще раз повторимся, что это сплетник, сплетник. Это человек сплетник, и вы оказались, значит, во владении знанием, то есть у вас было знание о том, что вот какое-то происшествие произойдет, да, то есть вы знаете, что ваш пап приедет к вам, он собирается приезжать, но вы не знали, в каком это контексте было адресовано. Вот из того, что вы не знали контекста, из-за того, что вы не поняли контекста, из-за этого и возникла такая проблема. В действительности баба Валя вам не врала, скорее всего. В действительности она, будучи простым человеком, скорее всего просто хотела сделать вам что-то приятное. Она просто хотела поставить вас в известность, скорее всего. Но не учла вот этих вот факторов, этих тонкостей, о которых я говорил. Почему не учла? Вот причина, по которой она не учла этого, является специфика ваших отношений с отцом. Понимаете, вы долго не общались, понимаете, отец только налаживает, налаживает с вами отношения, налаживает с вами связь, если угодно. И естественно, что он хочет, чтобы это было хорошо, чтобы это было качественно, чтобы это было приятно для вас, неожиданно, интересно. А отсюда не сложно догадаться, ну, я надеюсь, что не сложно догадаться, что он хочет вас удивлять. А если человек хочет удивлять, то это всегда творческий подход к какой-то ситуации. И вот отсюда мы получаем, что ваш папа не хотел для вас никакого экзамена, ничего такого у него не было и в мыслях. Ваш папа просто хотел сделать вам приятно. И все. А баба Валя, которая влезла не в свое дело, она действительно влезла не в свое дело, потому что это ее не касалось на самом-то деле. Вот баба Валя вам, по сути, все испортила. Она немножко попортила сюрприз вашего папы. Она доставила вас переживать очень негативные эмоции. Из-за этой, из-за этого. Вот и все. То есть, по сути, и баба Валя что-то не поняла в том, что произошло. И вы увидели ситуацию только вырванной из контекста. Ну, а ваш папа так вообще, наверное, ничего не знал. А может быть он и знал, что баба Валя сказал. Поругался с ней и понял, что сюрприз немножечко испортен и приехал в другое время. Дальше мне хочется сказать, чтобы вы все-таки с твоим отцом поговорили, потому что он определенно хочет вам восстановить доверие между вами. И подобный вопрос будет весьма уместен, если вы этого доверить хотите. Потому что эта женщина, которая вам звонила, она может повторить свое поведение еще раз. И поверьте мне, хорошего в этом ничего не будет. Она может вас таким образом и поссорить. Сама при этом не желая, конечно, этого. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!